Этот автопробег мы посвятили главной юбилейной дате года, 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это было больше, чем путешествие. Это был маршрут памяти воинам-сибирикам, тем, кто погиб, защищая Родину и нас, своих потомков. Во всех городах воинской славы участники автотура возлагали цветы в память о наших земляках. Это было главное, и всё получилось. Мы выполнили свою миссию. Мы помнили в те минуты, когда подходили к мемориалам и обелискам о сибириках. Для этого мы поехали. Очень здорово, что мы поехали туда с личными историями. И поэтому наше обращение было практически персональным. Я думаю, что многие в тот момент, когда держали гвоздики в руках и несли их к вечному огню, вспоминали и представляли себе эту страшную картинку, потому что мы напитались огромнейшим пластом информации. У каждого члена экипажа телеканала «Енисей» были свои задачи и свой взгляд. Денис Елисеев, телеоператор проекта, рассказывает, был потрясён состоянием, которое охватывает человека рядом с памятниками Победы. Очень много памятников. Родина-мать, памятник журавлей в Омске, Севастополь. Они настолько разные, разнообразные в плане картинки, в плане качества, в плане эстетики картинки. Потому что сама природа, само небо, когда это всё вместе соединялось, было что-то волшебное. Я переживал бурю чувств даже как оператор, хотя пытался абстрагироваться и больше настроиться именно на работу. Но из-за этого всего вместе, из-за этой картинки, ну, было эмоционально очень. А вот Оксана Швецова в команде нашего экипажа была рулевой. В её зоне особого внимания были дороги. Но главное для неё эта поездка получилась очень личной. В Сталинградской битве принимал участие её дедушка. Для меня было очень важно побывать в Волгограде, потому что этот город защищал мой дед. И это знаковое место для нашей семьи. Ну, и из дорог, конечно, меня очень сильно впечатлила дорога возле Сочи. Это горный серпантин с великолепными видами на море. Дорога утопает в зелени. Очень красивые развязки и очень современные тоннели. В этом автопробеге каждому запомнилось что-то своё. Дороги, города, красоты природы и масштабы родной страны. Для меня в этом проекте была такая знаковая точка. Это пионерский лагерь «Артек», в котором я был лично 30 лет назад. И мне было очень любопытно посмотреть на то, как изменился «Артек». Мы все прекрасно знаем, что «Артек» по-настоящему, как он должен работать, заработал только в этом году. И «Артек» встречает своих первых ребятишек из России. Это здорово. Несмотря на то, что в Крыму мы провели ещё какое-то количество времени, изучая особенности российского туризма, можно сказать, что финишировал наш пробег всё-таки в Севастополе. Именно там нашу колонну сопровождали «Ночные волки» во главе с председателем севастопольского отделения Дмитрием Синичкиным. Это было феерично. Это было действительно достойное завершение нашего большого пути. Но из поездки пока вернулись только журналисты нашего телеканала. Остальные экипажи всё ещё в пути. Кто-то уже в Кемерово, кто-то всё ещё в Краснодаре. Кстати, где они сейчас находятся, телезрители могут посмотреть на нашем сайте. В каждом автомобиле установлены специальные трекеры. Проехали город Кемерово. Эмоции? Да, эмоции. Вообще, всё просто было супер. Автопробег был шикарным. Поэтому сейчас едем обратно по дороге. И, например, проезжая те места, которые остались в памяти, когда мы ехали в Крым, то есть прям едешь, тоскуешь о том, как было круто. Мы в Краснодаре сейчас у друзей, у родственников. Запомнился Торятинский завод. Понравилось в Севастополе, как нас встречали. Сочи, сочинские объекты олимпийские. Шикарно вообще было. Ну и команда у нас хорошая была, дружная. Как это было подробно, откровенно, эмоционально, коллеги планируют рассказать всем телезрителям канала уже через несколько дней. 15 городов нам удалось проехать, но, естественно, все участники и я лично, мы ждали встречи с Крымом. Потому что это знаковое место, и уже это не обсуждается. Я думаю, что зрители, которые будут следить за нашим проектом, тоже, конечно, будут ждать картинку из Крыма. Забегая вперед, могу сказать, что действительно есть на что посмотреть, и нам действительно есть что показать. На протяжении трех недель, с 21 сентября, мы будем в новостях делать сюжеты. Сегодня наши автопутешественники все сходятся в одном. Такое обязательно стоит повторить, взяв с собой как можно больше друзей и родных. Дина Володина, Андрей Крупнов, Алексей Овсяников. Новости.